привет друзья подписчики моего канала просто покажу вам еще один рецепт вот есть такие две замечательные рыбки свежие абсолютно поймал вчера вечером лично сам и хочу проем приготовить такое блюдо у нас называется симушка общепринятое название или сиомаш но симушкам ее зовем но это ничего не имеет общего рыба с нему него посола и муж не посол делать абсолютно не так это просто называется симушка но фикус том что многих она не получается знаете вот один горит ну мне такая отличная рыба и она пропала и я вам покажу расскажу почему она пропадает как сделать так чтобы она хранилась у вас нормально и получилось как должна получиться вкусная и бога хранится будет но и из заодно и все сразу сниму со второй раз и сделал одну половинку и и покажу вам как делают юколу много спрашивали людей это будет отдельное видео со вступлением два ролика ручевой симужная рыбка 7 мушка и у кого кусочек просто сделаем небольшой ролик но для начала нужно ее разделать приступим так рыбка не мытая водой вот я ее актер ножом так все сосклёп с ним сидя по видите и все водой не моем первая причина том что рыба портится это ее моют все вычищаем ложкой тряпками выбор в это самки и крови посолю вчера это вот сейчас сделаем с ним у него посол где нам нужно ее разделать такой воздух остался даже штука хорошо снимается ложкой честно покажу дальше просто снять с позвоночника я такая же честного не буду просто покажу это делать очень простой способ снять все мясо если вы покупаете рыбу магазине на стоит не две копейки я думаю вам пригодится из этого можно приготовить отличный фарш сделать фарш обязательно сделаем позиция с рыбой не буду способ рабочий видите все чистенько отходов не остается практически вот удобнее это делать под хвоста держим ее за хвост и вот так все ощущаем во сколько мяса остается вот и все видите как разделалась мясо почти не осталось косточки и позвоночник но это так просто маленький лайфхак упрощающий жизнь вот сколько вот или мясо можно было выкинуть сейчас раздела 2 липы мы продолжим слюночка где она вот я сделала другого видео сейчас сделаем на семушечку берем рыбку на семушку рыбку брать лучше покрупней надрезали туда оставляем палец чтобы она вас не скользила голову не так вот раз удобно сидя делать обычно делаю это на даче не в ванной так раз голову развалили туда перо нам не нужно отрезаем его он остается вот такой пласт рыба не пойдет на семушку с этой стороны переворачиваем сейчас смотрите что было видно дело в середине вот здесь под позвоночник вставляем выводим наружу и прижимая его мы можем ближе к верху а так ведем сторону хвоста выводим сюда получаем высый голый позвоночник который нам не нужен мы выкидываем вот такая голова у нас получается вот такое перышко мне нравится же головы лосося в жареном виде вкуснотища пирожки заодно пожарить полничок подымаем атака и этот панцер на жареный крышку крышечку называется просто обрезаем все так рыбка носи ножичку кровь маленько осталось вот теперь смотрите еще не важный момент почему у людей пропадает рыба не хранится долго вот эти плавники нужно убрать они здесь не нужны вот этот боковой брюшной тоже обрезаем и спиной удаляем также вот получаем и вторую ничего подрежем вот мы получили два куска хорошая рыба так это она сейчас зачистим тоже ну и вот еще один кусок я разделал на тоже пойдет на симушечку теперь что нужно вам с ней сделать ведь она мокрая и надо как-то избавиться от влаги вытирать салфетками там с этими можно конечно но это будет муторно защищаемся мы сейчас сделаем для хвостику на тут ни к чему на котлетки его отпустим один кусок хороша жидкий теперь они жесткие и невкусные идет в середину так вот рыбка под симушку разделана ждет своего часа мы и не моем самое главное не моем смотрите дальнейшее для засолочной соль для засолочной смеси нам потребуется стакан соли полтора стакана сахар сахару больше на полстакана напад на половину не один к одному один полтора полтора части сахара одна часть соли высыпаем здесь ничего не умеется круг кориандр я беру целый хотите возьмите молотый гвоздика тоже целая и лавровый листик дубы теперь из дорожка может там можно добавить его часа тоже сделаю гвоздикой не переборщите такая штука серьезная запах у нее свой специфический вот возьмем буквально 67 зубчиков кориандра можно побольше насыпать просто я беру целенькие мне нравится его маленькие пусочки когда попадаются на рынке но это уже на вкус теперь цедра одного лимона только цедра сама вот эта желтенькая часть запах ушел от лимончика придайте свои рыбки пикантность не все добавляют лимон но мне нравится лимонная только лимон кислота зима большая вот видите получилось сколько тут моя ложка лимона цвет цедры лимон целый порежьте его колесиками засыпьте сахаром берите в баночку и хватать уходили пейте чай зимой да и вообще сейчас классная штука так высыпаем цедру у кого есть комбайн кухон комбайн я в миксер засыплю меня нету комбайна так естественно чтобы они разбились миксером вот далее получилось круто пахнущая смесь на сильно концентрировано еще сейчас мы добавим сюда еще одну маленькую фишку это небольшой кусочек жгучего перчика чтобы она была маленько со вкусом чуть-чуть горький перец меня запах кориандра гвоздички острого перца он пахнет хорошо смешается и будет очень круто запах ядреный высыпаем сахар соль крупная так соль обязательно крупная каменная и сейчас это все быстренько в миксере забьем для однородной такой массы удобно штука пользоваться попробуйте получилась крутая засовочная смесь очень вкусно пахнет отвечаю для красной рыбы смотрите какого она цвета ведь вот этой штуки мы будем делать нашу рыбку сегодня посол попробуйте не пожалеете теперь приступим к самому интересно почему пропадает рыба у многих не хранится как следует смесь вы можете сделать любую абсолютно какая вам нравится натираем этой смесью нашу рыбку вот так перевернули не надо там высыпать я сантиметровым слоем просто натёрговать как вот чуть-чуть и все уложить укладываем ее в один слой на противень уложить разусловочном смеси надо будет может снять еще отдельный ролик показать вам кое-что в идее есть но это чуть позже а пока вот высыпаем без фанатизма всыпали хорошенько можно даже оприхнуть она возьмет сколько сколько нужно себя соль и основная падет вот так уложили чтобы она меня вошла вверх и теперь смотрите что происходит рыба начинает уже видеть анонимы ты но она уже начинает отдавайтесь от себя влагу эта влага нам сейчас не нужно сейчас нужно взять этот против положить под небольшим углом скажем это влага что все будет выделяться из рыбы она будет стекать вот туда она нам не нужно через два часа мы к этой рыбке вернемся и и потому что делать не дальше на часа оставляем такими большими кусками не режем пока ничего вот такими большими кусками как она есть мы ее засолили поставили на противень чтобы сейчас наша задача избавиться от той влаги которые избытка влаги что есть в этой рыбе в одежде начинает развиваться бактерии моментально и поэтому она вас протисает пропухает не хранится сейчас мы влагу из нее уберем через два часа мы к ней вернемся ну вот друзья прошло пару часиков чуть чуть больше может быть не суть важно смотрите что получилось с рыбой с нее стекла еще не вся влага но довольно таки много ух ты кошка упал кто-то придет смотрите видно думаю на камеру да сколько жидкости с нее вытекла вот эта жидкость нам не нужна за нее протухает рыба сейчас мы сливаем аккуратненько вот смотрите слива остатки слизи крови жидкости воды которые не вытекла рыбка уже подсохшая соль специй мы все на ней оставляем сейчас делаем следующее доски не хороший нет здесь нашла фанерки изменения берем рыбку вот эту и режем вот на такие кусочки вот на 3-4 пальца шириной одинаковые суть важен какие красивые куски вы получились красная рыбка видите хорошая этот кусочек порежем вырезать кости вот эти вот или как вот здесь решайте сами это не принципиально теперь делаем следующее рыбку перерезав этой столешина не осталось вполне достаточно чтобы она была вас просолилась и было мало судника и вкусненькая рыбка видите друзья рыбка просолилась вода из нее ушла я порезал ее на такие вот куски и теперь укладываем ее кожей вниз вот в эту баночку поэтому не получилось у меня видео с первого раза вложил все то что приходится переснимать уложили слой рыбки кладем кожей вниз это важно все сверху кидаем там 12 лавровых листика если не любите там ходить этого свои любимые любимые спицы тут не суть важно и засолочную смесь можно сделать любую главное в этом рецепте то что надо избавиться по максим по максимуму от лишней влаги из рыбы когда она будет у вас вкусно и будет хорошо храниться укладываю все своими сделал но можно потом будет повторить и доложить сверху суда эту еще рыбы чтобы заполнить емкость поварушечки кидаем в рыбе осталось достаточно влаги которая сейчас будет выступать и рыбка будет хорошо просаливаться ручку опять лаврушку перец будете все это дело так что вам нравится не следует это тупо моему рецепту и главный принцип того что надо рыбе дать постоять чтобы из нее вышло лишняя влага вага нам здесь не нужно из-за нее рыба портится из-за воды а если вы еще не помыли бы ее она вас испортит сто процентов ничего не получится все уложили накрываем крышкой и убираем ее в холодильник на нижнюю полку кушать эту рыбу можно будет не раньше чем через месяц это важно там всякие паразиты в рыбе живут пока они не погибнут ее есть нельзя она будет малосольная вкусно и ароматная но не скоро ну все ребят друзья всем кому понравилось мой рецепт ставьте пальцы вверх вам не понравилось пальцы вниз у кого-то какие-то вопросы остались пишите в комментариях обязательно отвечу все всем до встречи всем пока не забывайте подписаться на канал что будут новые видео про рыбу до свидания